Приветствую вас! Ну, вы знаете, чтобы понять, что с вами не так, нужно, как минимум, поработать с вами и привести анализ, анализ ваших отношений, в том числе и отношений с родителями, с отцом, для того, чтобы понять, что именно вы делаете не так. Значит, с разных точек зрения, одна проблема может быть разной. С одной точки зрения, проблема заключается в том, что вы вообще обратили внимание на то, что вы долгое время одна, то есть вам по-хорошему нужно получать удовольствие от того, что вы одна, по-хорошему вам нужно заниматься своими делами, по-хорошему вам нужно преследовать свои собственные личностные цели, активно взаимодействовать с людьми, в том числе и с мужчинами, и выстраивать отношения где-то на основе вот этих самых взаимодействий, изначально никак не связанных с личными отношениями. То есть здесь, значит, ну, скажем так, таскание и удовольствие от одиночества. И вообще, одиночество как вынужденная форма существования, да? Вот. Здесь может быть непринятие себя, каких-то, ну, каких-то элементов в себе. Здесь может быть страх, который, как правило, связан со стереотипом, со стереотипностью. То есть, например, страх одиночества, да? Страх, что я буду одна. Это, по сути, эээ... Ну, помимо того, что вот вы себя не принимаете, да? Помимо этого, это может быть ещё и то, что, допустим... Вы просто считаете запретом. Вы считаете запретом то, что вы можете быть одна. То есть вы себе даже не представляете того факта, что вы можете быть не одна. Вот. И, конечно, у этого должны быть свои основы, у этого должны быть свои причины. Вот. Это первое. Второе. С точки зрения, ну, с точки зрения, ну, с точки зрения другого аспекта, С точки зрения, ну, с точки зрения другого аспекта заключается в том, что у вас нет ярко выраженной женской модели поведения. То есть, чем музыката привлекать, как говорится. И это, конечно, тоже сама по себе серьёзная проблема. Женская модель поведения изначально сформируется от матери. И если в вашем случае подобная женская модель сформирована не была, не была, значит, есть какие-то проблемы во взаимоотношениях с мамой. Соответственно, вам стоит посмотреть и в сторону тех посылов, которые давала вам ваша мама, и в сторону того, какой бы женщины вы хотели бы себя видеть. А самое главное, что готовы для этого сделать. То есть, что вы готовы конкретно сделать для того, чтобы стать той женщиной, какой вы себя видите. В некоторых случаях их не так, чтобы прям мало, да, ну, не сказать, что половина, ну, не так, чтобы мало. Где-то процентов 30-35-40 таких случаев, что достаточно женщине или мужчине просто обрести свою женскую модель поведения, и всё. И ситуация тут же нормализуется. Вот. Может быть даже, может быть даже такая ситуация, что, например, родители вообще отношения к этому не имеют. Да, то есть, ну, мама была, в принципе, хорошей, хорошей, любящей, и всё. Папа был хорошим, любящим родителем. То есть, всё, всё, всё было хорошо. Но вот, родители сознательно как-то себя, например, эм... Ограничивали в гендерном поведении. И вы просто не научились вести себя ни с мужчинами, ни как женщину. Вот. В этом... В этом случае вы себя любите, в этом случае вы себя обожаете, вы цените себя, но при этом вот всё-таки с гендерным поведением ваши проблемы. Такие случаи бывают. Вот. И... Значит, соответственно, их тоже нужно рассматривать. То есть, рассматривать гендерную, гендерную модель поведения в любом случае. В любом случае. Вот. Дальше. Следующий важный аспект касается... эээ... родительского посыла. То есть... Существует понятие запрет. И в вашем случае запретом может быть именно та самая близость. То есть... Может быть... Может быть... Вы... Эээ... Имели в детстве запрет на близость с... Мужинами. Вообще. Запрет на, например, брак. Запрет на женское счастье. Ну, именно... Именно чисто женское счастье, да? Вот. И так далее. Вся эта история... Эээ... В принципе... Вполне может иметь место быть. В таком случае нужно анализировать это. Нужно искать тот эпизод, когда вы решили для себя, что... Вы будете одна. Это решение. Это принятое вами решение. И... Уже исходя из этого, можно будет вас от этого решения освободить. И запрет этот снять. Вот. Ну и наконец... Эээ... Ещё один... Один взгляд на... Ситуацию. Эээ... Может быть связан с тем, что... Ваше окружение, в принципе... Эээ... Ну, скажем так... Не соответствует... Эээ... Вам. Что это вы выбрали... Вы выбрали такое... Такое окружение... Эээ... Себе. Вот. Которое, ну... Вот никак вам, ну, вообще не соответствует. Например, вы интеллектуально развитый человек, да? Вот. А... Эээ... Мужчины вокруг вас, они... Явно вам уступают. Эээ... Ну, вот. Эээ... В интеллекте. И вам с ними не... Неинтересно. Например. Вот. То есть тут нужно рассматривать... Эээ... Ваше... Ваше восприятие мужчин. То, что вы считаете важным... Эээ... Для себя в мужчинах, в мужчинах и так далее. Ээээ... В позиции... Ээээ... Гуманистической нужно определить ваше желание. Для чего... Для чего вам отношения? Почему они вам так нужны? Что вы хотите через них достичь? Чего вы хотите через них добиться? Это... Не менее важный... Момент. Который... Обязательно... Нужно... Раскрыть. Который обязательно нужно... Изучить... Потребностную составляющую. Дальше. А, ну, после того, как потребностная составляющая будет изучена, за ней берется личная ответственность, и применяются методы к... ээээ... Когнитивно-поведенческой терапии, для того, чтобы... ээээ... Наметить стратегию реализации этих самых желаний, тем самым вы становитесь... Равным... Равным партнером для мужчин, и сможете выстраивать с ними куда более продуктивные отношения. Наконец, эээ... С точки зрения... эээ... Психоанализа... Эээ... На мой взгляд, может быть история такая, что... Эээ... Вы... Чересчур... Эээ... Завязаны на отношениях с отцом. Эээ... И... Эээ... Ну, либо это... Отдалённость от отца... То есть, когда вы... Не чувствовали отцовки любви, и, соответственно... С мужчинами не можете взаимодействовать. Либо... Эээ... Либо... Эээ... Такая ситуация, что вы, наоборот, к отцу были слишком привязаны. Но... Эээ... Помимо него... Других... Эээ... Мужчин вы вообще не воспринимаете. Не можете воспринимать отцовки. Вот. И это... Конечно... Очень... Эээ... Важный... Тоже... Момент... Эээ... Который обязательно нужно учитывать. А... А с вами... С вами всё в порядке. Вот. Тут самое главное не играть в эту игру... Эээ... В жертву. Ну, почему всё так со мной? Почему со мной так? Почему всё это происходит именно со мной? Эээ... Почему... Эээ... Зачем я это заслужила? И так далее. Это... Безответственное... Жертвенное отношение к себе... Эээ... Которое по сути отражает... Эээ... Позицию... Капризного ребёнка. Вот. Но при этом... И имеет... Ээ... Определённую выгоду для вас. Здесь мы касаемся последнего аспекта. Это выгода. Стоит подумать, чем выгодно вам... Ваше состояние. Какую выгоду вы получаете... Из этого состояния. На первый взгляд... Конечно, никакую. Скажете вы. Наоборот, я от этого только... Эээ... Ну... Страдаю. Но, тем не менее, выгода есть. Она не очевидна, но её нужно найти. Поэтому об этом тоже нужно подумать. Вот так... Эээ... Можно ответить вам на... Ваш вопрос. Эээ... Я рекомендую вам... Эээ... Проанализировать... Свои отношения с мужчинами. Если они были вообще. Вот. И... Эээ... Я уверен, что вы найдёте ответы на... Свои вопросы. Эээ... Я уверен, что вы... Эээ... Увидите... Эээ... Причину... По которым... Так... Всё происходит. Я уверен, что... Эээ... Вы... Сможете... Ээээ... Найти... Источник. Вот. Ну, либо самостоятельно, либо... С помощью психолога. Вот. И... Поработать над этим. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Эээ... Понимаю, что ответ... Эээ... Достаточно... Неполный. Ну, потому что... Эээ... Вы очень мало... Информации предоставили о себе. Но, тем не менее. Какой вопрос, такой и ответ. Эээ... Если у вас остались... Дополнительные вопросы... Вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Эээ... Если вам... Понравился мой ответ... Эээ... Буду благодарен. Эээ... Если вы... Сделаете его лучшим. Эээ... Я... Желаю вам... Всего... Ээээ... Самого доброго. Ээээ... Удачи. И я надеюсь, что... Ситуация... Эээ... В ближайшем будущем... Эээ... Прорешить... Проресить... Эээ... Проресить...